Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня для меня, например, я думаю, для многих сегодня особый день и поэтому расскажу я вам именно об этом дне. Я расскажу вам о величайшем человеке нашего поколения, который только недавно ушел от нас и йорц от которого 12 аава сегодня, это Раби Хаимови Шалом Бенезра Тарахи, его звали Хальбан Молочник. Счастливы те, кто успели его застать в Иерусалиме, знают его. Я хочу вам сказать, что я не встречал более великого человека, я счастлив, что он был моим учителем, в какой-то мере моим другом. Его очень немногие знали в Иерусалиме, но я вам расскажу то, что говорится о нем всеми, скажем. Он один из 36 скрытых праведников нашего поколения был. Чтобы понять уровень Хальбана, достаточно привести слова Баба Салли. Когда Баба Салли уходил из этого мира, окруживший его постель, сказали Ребейну, на кого ты нас оставляешь. И Баба Салли сказал, в центре страны есть молочник. В центре страны есть молочник. Сначала никто не понял, а потом, когда искали, разгадали, что имел в виду цадик. И обнаружили великого Хайма, который был молочником, никогда не брал своей религиозностью. Он работал первые полные дня на молочной, как это сказать, заводике. Первый раз я с ним познакомился. Это вообще было уникально. Когда принято было решение строить золотую минору, я рассказывал об этом, просто в двух словах повторю. Он не разрешил брать деньги и помогать, пока не приведут человека, который это решит делать, к нему. Когда меня к нему привели, он сильно улыбался и обнял меня. И после этого много лет мы с ним дружили. Знаете, очень просто было жить в мире, в котором был Хальбан. Я приходил к нему, он смотрел как-то так, знаете, он смотрел, всегда вот так складывал пальцы, смотрел на лоб человека, говорил, улыбался и говорил, иди, небо тобой довольно. Или говорил, там, что-то надо подправить. Ну, чтобы понять удивительную силу этого человека, я приведу два примера, из тысяч, которых я знаю. У нас в Киеве работал в синагоге Янкель Зильберман, все его многие знают. И вот у него была клиническая смерть, он практически ушел из этого мира, его вернули, ударили током, он вернулся. И вот когда он поехал в Иерусалим к Хальбану, зашел в дверь к нему, открыл дверь, только он зашел, он не знал, кто это, не знал, что это. Хальбан посмотрел на него, улыбнулся и говорит, ну ты несколько дней назад был в том мире, расскажи, что ты успел увидеть. Один мой друг, который вместе со мной приехал к нему, он посмотрел на него, сказал, быстро едь к своей маме, он не знал, где это мама, кто это. У нее осталась буквально неделя, и она уйдет из этого мира. Мой друг поехал к маме в Днепропетровске и действительно увидел ее последний раз. Много могу примеров привести. Я перевел, удостоился, точнее, перевести две книги Хальбана. Вот я просто показываю толщину этой книги. Это книга на маленькую молитву Аннабиковых, вот такую, да, в которой он попытался коротко на шестистах листах объяснить нам, что это такое, сущность этой молитвы. Я ее не понимаю до конца, да и никто, думаю, до конца не понимает, какую глубину, просто ее есть смысл почитать и открыть, что-то взять для себя. Такая же книга у меня переведена про Суку, но мы поймем из этой книги, насколько мы невероятно еще считаем, что мы великие, что-то знаем, что-то понимаем, ничего мы не понимаем. Он начал учить кабалу с 9 лет, учился у разных поколений. Он был один из, там их была такая компания, великие Рябиков, сапожник, художник, дворник, плиточник, все они по профессиям. Что еще я могу рассказать про него? Много, конечно. Он с 12 лет входил в специальные такие миньяны особых людей, когда уже, ну, 12 еще не было, с 13. И очень много молитв его, я думаю, спасли многих людей. Перед войной с Саддамом Хусейном он собрал 200 человек с лулавами, повел их на могилу Рава и Ханана Сандлара, и они молились. А после этого он позвал человека и спросил его передать, военный там был, израильская армия, разведывали информацию, там, на многих вещах, они просто сначала удивились, а потом просто поражены, потому что это было точнее даже, чем у них было. И однажды его просили сказать, где находится колодец Мирьям, он повез своих друзей к Кенерату, помахал над головой платочком, и вдруг вот небо, море, так знаете, начало сдвигаться, и какой-то вот начал двигаться к ним. В это время зеваки подбежали, и он убрал, как бы, платочек. Много что можно рассказать об этом великом человеке. Сегодня день его ухода из этого мира, я сейчас еду к нему с Божьей помощью на кладбище в Иерусалим, чтобы помолиться за всех нас, за всех, кто слушает этот урок. А вы, просто пусть сегодняшний урок будет в честь поднятия души этого великого человека, кто будет возможность всегда в Иерусалиме, чтобы вы знали, есть место, где на могиле Хальбана, можно очень много получить. Брахава и Ацлахан.